здравствуйте мы находимся сейчас с вами в одном из самых популярных районов города киева это новопечерские лифте мы работаем здесь практически во всех домах и даже когда только они начинали строиться наш самый первый объект был в первом же доме хочу сказать что данная квартира это квартира для двух прекрасных девушек это мама с дочкой это люди с достаточно изысканным таким вот изумительным вкусом которые здесь с нами участвовали на всех этапах проработки каждой детали хочу чтобы вы увидели следующие вещи это прекрасное панно это зеркало зеркало которая монтирована заподлицо с декоративной штукатуркой это очень сложная работа практически художественная причем не одного мастера а четверых сразу то есть это была разработка сделана нашим дизайн-бюро прорисована просчитана по ней делался трафарет поэтому трафарету работали зеркальщики дальше вручную это все здесь собиралось и соответственно строители и декоративщики все работали совместно дабы получился такой результат вот сейчас у нас например цвет настроения красный но если нам этот цвет поднадоел у нас и замечательный пультик который управляет всеми ледовскими подсветками ну например там вот возьмем нашего льва да и вот мы меняем цвет пусть допустим сейчас у нас будет цвет настроения голубой точно также мы можем поменять цвет наши верхние подсветочки зелененький либо выбрать просто белый теплый холодный то есть у нас независимо от нашего настроения и желания мы это все регулируем точно так же у нас кухня то есть в принципе вся эта зона у нас регулируемая появление потолков подобной конструкции продиктована не только декоративным эффектом есть необходимости технические есть коммуникации есть провода электрические трубы и провода связанные с кондиционированием и вентиляцией ну и некоторые там другие технические вещи профиля которые все это нужно спрятать поэтому в любом случае у нас возникает необходимость слегка занесет потолок от 8 до 10 сантиметров все наши коммуникации здесь спрятаны при этом мы когда продумывали проект разводили их таким образом чтобы освободить какие-то участки где бы мы могли оставить углубление здесь у нас такая ниша вы видите как моя рука туда заходит но при этом вы не видите лет ленту которая там спрятана то есть в глаза ничего не бьет но при этом мы получаем вот этот очень красивый декоративный эффект такие приемы используются не только на потолках не очень популярные и практично используется на стенах это вот наш пример наш лев это подсветка тоже спрятана в нише причем для того чтобы это сделать нам пришлось частично съесть площадь и выдвинуться вот этими зеркальными нашими частями вперед а это немало не много 15 сантиметров но при этом мы получаем эффект углубление до этой стены у вас нету ощущения что стену съели наоборот у вас есть ощущение того что она ушла назад то есть эта подсветка это зеркало и грамотный расчет поможет вам визуально увеличить даже самое маленькое помещение наша столешница из искусственного камня который выдерживает до 180 градусов нагрев то есть вы можете с плиты спокойно взять горячую кастрюлю поставить на белую красивую столешницу не переживать что ей что-то будет встроенные у нас холодильники хотя изначально может вам показаться что это просто были шкафчики то есть принципе продумано все так чтобы кухня выглядела как красивая эстетическая часть нашей гостиной она не сразу бросается в глаза точнее думаю что себя вам не показала вы бы даже не заметили вот так вот открывается наша стена с панелями мы попадаем в спальню уже выполнена отделка абсолютно соответствующая данному помещению они помещению гостиной сама по себе спальня небольшая но она очень практичная повторюсь компактная и здесь продумано максимально мест для хранения потому что это любая девочка имеет много одежды и много белья много необходимых для нее вещей кровать выполнена под заказ кровать с изголовьем во всю стену мягким это не только красиво это еще очень удобно также поддержана данная идея вот на стенах это опять же зеркала которые встроенные по подобию вот нашего льва но немножечко конечно проще в исполнении за счет более простых форм и наш замечательный шкаф он красивый а еще он очень функциональный и очень удобный в пользу на первый взгляд когда вы заходите не сразу в глаза бросается что это шкаф просто красивая стена зеркальная с периметральным узором и вы видите что шкаф он раздвижной но при этом система позволяющая ему находиться заподлицо дверь с дверью и вот эта система вот так вот работает как вы видите очень удобно она не занимает много места спальня нашей второй хозяйки спальня которая наполнена огромным количеством декоративных элементов и приемов и фактур по наполнению здесь большое внимание было уделено лепнение и гипсовым панелям также на стенах вы видите декоративную штукатурку имитирующую кожу крокодила вот такие вот красивые гипсовые панели они напоминают листки пальмы их фрагменты это снимать не надо также у нас есть небольшой шкаф не такой большой как в прошлой комнате но тем не менее он все равно достаточно вместительный практичный балкон мы здесь тоже объединили с основным помещением утеплили далее дополнительный обогрев и будем использовать также для места препровождения хозяйки на котором можно будет всегда посидеть почитать полюбоваться видом из окна я считаю что эта спальня как никогда будет давать эти ощущения и радовать каждый день санузел он небольшой и поэтому он выполнен исключительно в светлых тонах ванна также имеет подиумную часть на которой вы размещаете все необходимые средства для гигиены так как унитаз консольного типа вся его система встроена в стену то есть мы нету никаких бачков ничего у нас просто красивая кнопка это требовало место для того чтобы это встроить но все свободное место которое осталось сверху у нас не пропало зря мы расположили полочки мы дали декоративную подсветку и соответственно хозяева смогут использовать это либо для декора либо как дополнительное место хранения какой-то косметики или нам никогда не хватает места где хранить поэтому кроме шкафов которые есть в каждой спальне у нас еще есть две гардеробные 1 гардеробная при входе она очень вместительная у нас здесь достаточно места для верхней одежды у нас огромное количество полочек для всего для сапожек ящички для необходимых средств по уходу и вот такая вот у нас еще есть техническая часть ну и вторая гардеробная она уже не для верхней одежды она уже для одежды наверное дополнительной который не поместилась в спальне также у нас расположен здесь бойлер на 150 литров почему потому что отопление здесь не индивидуально а общее в доме если отключить горячую воду а это у нас бывает очень часто наши жильцы от этого не пострадают у них есть возможность греть воду сами мы вам показали много красот которые видно уже сейчас также вы еще не увидели много красот которые будут по финишу а я думаю мы с большим удовольствием вам их по итогу покажем поэтому пока что пишите свои комментарии задавайте свои вопросы может быть что-то я не рассказала о вас это заинтересовало какая-то отделка или как мы что-то сделали в любом случае это достаточно сложная достаточно кропотливая работа целой команды нашего дизайн-бюро и может быть вы напишите в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть может кому-то интересно как роют котлован или как проектируется здание мы с большим удовольствием вам покажем поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы мы всем ответим сегодня я покажу вам дом будущего расскажу про виртуального дворецкого покажу голосовое управление с помощью сири и алексы умный свет который поможет сохранить наше здоровье и здоровье наших детей и еще очень много пишет которые можно интегрировать в нашу повседневную жизнь